Путь от символичного закладного камня до суперсовременного спортивного объекта. Появление крытой ледовой площадки в городском округе Похвестнево люди ждали еще с советских времен. Национальный проект «Демография» воплотил мечту местных жителей всего за полтора года. Артем Максимкин с друзьями сгорает от нетерпения, чтобы опробовать лед. Этот дворец очень сильно ждали, поскольку многие люди любят кататься на коньках и заниматься, получается, хоккеем. И у нас была возможность заниматься им только зимой, поскольку был только стадион. Только зимой в хоккей и играла местная команда, изредка выезжая на тренировки в Бугруслан. А летом и вовсе бегали, чтобы не потерять форму. Теперь все это в прошлом, и перемены заметны каждому. Пять баллов вообще супер. Пятибалльная шкала прям. Хорошо, отлично. Да молодых прям будет вообще, если будет развиваться и двигаться. И все, отлично прям. Чемпионы здесь вырастут? Дай Бог, дай Бог. Ледовое поле 66 на 59 метров. Здесь можно не только проводить хоккейные матчи. Первому историческому дал старт губернатор Дмитрий Азаров. До 120 человек одновременно могут кататься тут на коньках. Это как раз главная цель нацпроекта. Не просто построить ледовый дворец или фок, а вовлечь как можно больше людей в занятия спортом. Скажи такое, что поеду плохо, если вы на хоккей еще пару лет назад, наверное, вы сильно удивились. А сейчас это норма жизни. Потому что спорт стал нормой жизни для нашей страны, для нашей области, для наших городов и сел. И здесь именно в рамках национального проекта «Демография», финансированный президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным, мы открываем этот лед. Я поздравляю вас с этим знаменательным событием, выражая огромную благодарность Дмитриевичу за то, что он поддерживает город Вохвестневый и делает все возможное, чтобы здесь было все, что желают людям. Меньше двух месяцев назад в городском округе открылся физкультурно-оздоровительный комплекс. Тоже результат синергии, желания жителей и ресурсов национального проекта. Создание комфортных условий в городах, районах, поселках – основа стратегии лидерства региона. Она была разработана по инициативе руководителя области. Направлен на это и губернаторский проект «Содействие». Пухвестневый – один из самых активных муниципалитетов-участников. В новом сезоне здесь приведут в порядок 9 территорий, которые выбрали люди. Ну а сегодня еще один подарок от главы региона – сертификат на приобретение коньков для ярких эмоций и новых спортивных достижений. Анна Ивахина, Ольга Павловская, Андрей Авдеев. Новости губернии.